Приветствую вас, дорогие друзья, на очередной торговой сессии вторника. С вами Виктор Паньков. Мы продолжаем анализировать рынок, используя математическую модель поведения цены. Итак, завтра у нас будут новости по итогам заседания ФРС относительно денежно-кредитной политики. Поэтому каждый раз, когда вы сегодня и завтра в течение европейской торговой сессии будете открывать какие-то сделки, обязательно примеряйте их на то, что произойти может в период публикации новостей, все что угодно. Поэтому сегодня мы как раз и попытаемся таким образом действовать. Начнем с индекса S&P 500. Итак, индекс S&P 500 вчера скорректировался до одного из уровней коррекции, которые мы чертили накануне. Как видим, другие уровни мы благополучно пробили, но в целом, если вы здесь даже выставляли отложенный ортер и остальные у вас также сработали, то чуть-чуть подождать и ваши сделки будут в плюсе. Думаю, что ничего страшного не произошло. Даже наоборот, тот факт, что мы спустились в диапазон средних значений и затем от него уже скорректировались и пошли в подходящем направлении, говорит о том, что ликвидность набрана и сейчас мы можем действительно очень хорошо подрасти. Однако, стоит помнить, что завтра публикация новостей, поэтому индекс могут обрушить еще раньше. Поэтому обязательно страхуйте ваши сделки стоп-лоссом. В глобальном же плане, в глобальном тренде у нас здесь до сих пор восходящая тенденция. Об этом говорят и средние скользящие, да и сама картинка говорит о том, что мы еще можем перебить локальный максимум. Да, чуть-чуть не долетели, но ничего страшного. Тем не менее, рассматриваем мы по-прежнему движение в восходящем направлении. Ближайшая цель 47.90. Ближайшие уровни сопротивления, от которых также стоит еще покупать, это 46.43 и 46.36. Вот дальше уровни уже у нас кончаются. То есть, они такие более старые уровни и уже не сказать, чтобы шибко надежные. Если же вдруг завтра начнут S&P сваливать еще ниже, то давайте посмотрим, откуда нам стоит в агрессивную заходить покупки. От котировок 45.67 и 45.52. Это циклический диапазон относительно последнего восходящего движения. Так что, в принципе, если мы будем откуда-то бодренько, резко отскакивать, то, наверное, только от этого диапазона. Можно, конечно, посмотреть цели еще дальше, но пока я не вижу для этого каких-то предпосылок или какого-то смысла. Можно, конечно, взять здесь каждое колено и рассмотреть его на предмет того, что мы можем скорректироваться именно на эту величину. Но это все будут промежуточные значения, так что возьмем какую-то единую величину и будем ее придерживаться. Евродоллар продолжает немножко флетить, пробивая границы минимумов и максимумов предыдущих дней, поэтому вложенного дня здесь пока ожидать не стоит. Но то, как мы двигаемся, очень похоже, что рынки замерли и рынки ждут решения ФРС. Поэтому по евро-доллару вчера мы рассматривали с вами нисходящее движение до нижней границы, отсюда хотели покупать. Сейчас видим, что цена зафлетила, и сейчас, если мы даже пойдем вниз, то, конечно же, здесь есть перспектива для того, чтобы купить, поскольку мы двигаемся в рамках понятного ценового канала. Но делайте это внимательно и обязательно выставляйте стоп-лосс. Он у вас получится не очень большой, порядка 15-20 пунктов, и этого будет достаточно для того, чтобы отработать эту идею. Глобально же, пока что у нас скользящее находится в нисходящей тенденции, поэтому желательно под диапазон средних цен, если будет какой-то подход к этому диапазончику, здесь все-таки продавать. Ну а при пробое вот этой трендовой линии, то здесь уже по паттерну 1, 2, 3 мы с вами можем зайти в лонг. То есть, как видите, вариантов много, и, конечно, наилучший вариант – это просто подождать, что же все-таки скажет ФРС, потому что вот такая плетовая неопределенность, которая царит на рынке, она не позволяет должным образом проанализировать, куда же все-таки цена у нас пойдет, потому что путь наименьшего сопротивления может оказаться как там, так и там. Идем дальше. Фунт-доллар. По фунту мы вчера с вами продавали, как видим, в принципе, фунт сходил по нашему сценарию, но, правда, немножко не до тех целей, до которых мы прогнозировали. Но еще, как говорится, не вечер, может быть, еще сходим. Пока что мы только видим, что мы оттолкнулись от трендовой линии поддержки. Сейчас сделку можно перевести в безубыток, в принципе, тут порядка где-то 40 пунктов будет у вас сделка без убытки, так что ничего страшного, думаю, не случится. Тем не менее, сегодня чего мы ждем? Пункт у нас также двигается по весьма четкому ценовому каналу. Единственное, что здесь канал можно построить разными способами и по разным вершинкам. Мы построим что-то наподобие того, что мы видели на евро-долларе. Вот такой ценовой канал. И сейчас видим, что мы оттолкнулись от нижней границы. По-хорошему, сейчас можно купить, если вы находитесь не в рынке. Но помните о том, что обязательно нужно ставить стоп-лоссы, поскольку просто с текущих позиций мы можем упасть до нижней зоны ликвидности. В итоге те, кто заходили в сделку вчера или позавчера, они заработают, но вы будете терпеть убытки. Поэтому решайте сами, нужно вам такой сценарий или нет. В целом же здесь сейчас по итогам последних двух недель царит флэт. Поэтому сказать, куда пойдет цена, сложно. Лучше подождем результатов заседания ФРС. Далее, доллар-иена. Доллар-иена также флэтит. По-прежнему мы не пробили вот этот пивот, хотя уже вторую неделю о нем говорим. Но, видимо, мы пойдем все-таки в восходящем направлении, раз это пивот нам никак не дается. Соответственно, что сейчас? Сейчас у нас цена пробивает наклонную трендовую линию поддержки. Агрессивно можно заходить в сделку уже с текущих позиций. Консервативно лучше, конечно, подождать паттерна 1, 2, 3. И на повышении волнового уровня присоединиться к этому движению. Ближайшая цель у нас находится достаточно недалеко. Всего лишь 34 пункта. Это 114.018. Нижняя граница зоны ликвидности. Вообще, конечно, я не помню такого раньше, чтобы мы нарисовали зоны ликвидности какие-то, и уже прошло 2 недели, а мы до сих пор их не отработали. Похоже, рынок действительно готовится к гигантскому прыжку перед Новым Годом, поэтому, конечно же, я рекомендую всем к этому событию подготовиться. Поэтому по доллар-иене пока ждем именно восходящего движения. Доллар-канадис. Вчера мы рассматривали движение в шорт, и шортить готовились в том числе от уровня 1,27610, но видим, что этот сценарий не оправдался. В итоге мы усвистали в восходящем направлении. Во многом спасибо нефти, которая немножко упала, и доллару, который немножко укрепился. Да, отличный тандем у вас получается. Что мы делаем в итоге сейчас? Сейчас у нас здесь уже нет усеченной нисходящей конструкции, поэтому продавать, конечно же, будет глупо, с учетом того, что скользяшки у нас снова развернулись и показывают уверенный восходящий тренд. Поэтому мы будем покупать. Но покупать будем не с текущих позиций, а от уровней поддержки. 1,2763, 1,2731 и более дальний 1,2683. Я же вам рекомендую обратить внимание именно на промежуточный уровень поддержки, поскольку здесь у нас сходится, во-первых, уровень минимальной коррекции младшей размерности и уровень, точнее, уровень глубокой коррекции младшей размерности и уровень минимальной коррекции старшей размерности. Поэтому здесь получается такое неплохое сочетание. Ну и плюс ко всему, если мы с текущих позиций оттестируем этот уровень, то здесь получится у нас ложный пробой. Ну а это тоже такой, своего рода, дополнительный фактор для того, чтобы войти в сделку. Поэтому, собственно, мы ждем именно такой тенденции. Что касается цели по восходящему движению, у нас есть давний уровень, который до сих пор не отработал. Это 1,2938. Вот к нему и будем стремиться. Дальше доллар-франк. Доллар-франк также плетит в некоем треугольнике с постоянным уменьшением амплитуды, поэтому здесь нам делать сейчас особо нечего. Вот когда мы из этого треугольника выскочим, тогда уже будем что-то думать, что-то придумывать и что-то торговать, изобретать. А пока что здесь я вижу только ожидание, ожидание и еще раз ожидание. Больше здесь особо сказать нечего. Границы, которые существуют по обе стороны этого треугольника, мы с вами уже рассматривали. Ну, напомню, на всякий случай 0,93016 верхний диапазон 0,93140 и нижняя зона ликвидности 0,91500 0,91273. Австралиец доллар выскочил вчера из накопления вниз, и после закрепления, как мы с вами и разговаривали, согласно основному сценарию, нужно было продавать. Надеюсь, каждый из вас это сделал. Пишите, пожалуйста, в комментариях, кто вчера встал на продажу по австралийцу. Пролетели мы вниз 45 пунктов. Сейчас уже цена немножко скорректировалась. Можно на всякий случай перевести сделку без убыток, если вы вдруг боитесь, что цена развернется. Но я полагаю, что сейчас у нас здесь так же, как и по канадцу, продолжится нисходящий тренд. Таким образом, оттолкнемся от уровня минимальной коррекции 0,7129, либо пройдем дальше до уровня глубокой коррекции 0,71492, и уже от этих уровней пойдем вниз. Дальше по ранее идущему тренду. То есть, так тренд мы, собственно, и не сменили. Но коррекцию кое-какую сделали, даже очень хорошую, 170 пунктов, поэтому почему бы нам не продолжить нисходящее движение. Ну, а размерность мы берем по потенциалу нисходящего движения, ту, которая у нас была ранее. Если пойдем от уровня минимальной коррекции, она нас приведет в котировку 0,71413, один из наших ключевых уровней. Ну, а если от уровня глубокой коррекции, то 0,7582. Далее, новозеландец. По новозеландству у нас идея следующая. Мы расширили флетовый диапазон. Вчера у нас был вот такой. Но поскольку мы его пробили, и все-таки нарисовали еще одно закругление, справедливо полагать, что именно таким образом у нас сейчас выйдет флет. Ну, а раз здесь флет, значит делать особо нечего. Плюс ко всему, если мы будем смотреть на последнюю размерность нисходящую, то получается, что мы в данный момент ее еще не доработали до конца. И этот флет у нас может в течение сегодняшнего дня еще измениться, и мы, наконец, выполним вот эту более старшую размерность. Вот она у нас идет, эта размерность длинная. Ну, и в этом случае у нас будет еще одна возможность зайти в контртренд в восходящем направлении. Но пока что мы этого делать не будем, пока что мы просто будем наблюдать. С текущей позиции можно попробовать зайти в лонг, отработать небольшое движение до ближайшей линии сопротивления, если вам этого хочется. Если вам не хочется лишний раз рисковать, и просто зайти в сделку для того, чтобы зайти, тогда мы с вами подождем завтрашнего заседания ФРС, и тогда уже решим, что делать с этой валютной парой. Ну, а пока что здесь никаких идей, кроме покупки с текущей позиции, нет. Так, идем дальше. Золото. Золото также вчерашний день похлетело, причем были срывы и вверх, и вниз. Видим, в общем и целом находимся в диапазоне средних цен. И мне категорически не нравится, что эти средние цены начинают буквально друг друга преследовать. Средние скользящие, точнее. Начинает у нас диапазончик сужаться, это значит, что здесь происходят какие-то дикие накопления, или просто все ждут. То есть мы не знаем, что здесь происходит на самом деле, какие здесь объемы проходят, это только на бирже. Можно посмотреть, мы на терминале Форекс этого просто не увидим. Но, исходя из вот этой картинки, можно судить, что рынок все-таки готовится к какому-то движению. И куда будет это движение, это большой вопрос. Аналитики уверены, что золото перестанет быть интересным, если США повысит ставку. То есть в этом случае не будет смысла вкладываться в валюты, все в товарно-сырьевой сектор, в защитные активы, все вкинутся снова в доллар. Не знаю, насколько они правы или не правы, это мы выясним впоследствии. Что мы будем делать сейчас? Я все равно продолжаю придерживаться мнения, что золото у нас будет расти. Поэтому рассматриваем мы две размерности, от которых мы можем купить. Одна размерность, как видим, у нас вчера отработала. Ну, если она отработает еще раз, это будет тоже хорошо. Котировка, от которой предполагается покупать, 1777, 55, 1777, 55. Вот такая котировка. То есть отсюда я буду открывать длинные позиции с целями, которые мы ранее отмечали. По-моему, да, эти цели у нас уже две недели, так что у всех они должны быть отмечены. Вот такой сценарий по золоту. Далее, серебро. Серебро вчера предприняло попытку начать отработку дивергенции, но, как видим, мы тут же следующей свечой вернулись обратно. И поэтому, обратя внимание на такой же паттерн, который был у нас ранее, я все-таки построил трендовый канал по верхним границам. Поэтому сейчас нам для того, чтобы пойти на отработку глобальной дивергенции, нужно будет уже новый трендовый канал пробивать. Собственно, тенденция здесь также и остается. Как мы говорили с вами ранее, глобальный тренд, конечно, нисходящий, но с текущих позиций. Вчера как раз была возможность покупать, но с учетом того, что мы... В смысле продавать. Но с учетом того, что мы покупали, продажи я не открывал. Что касается ситуации на сегодняшний день, обратите внимание, мы выполнили одну из размерностей прошлого. Вторая размерность у нас осталась невыполненной. Поэтому, если цена пойдет вниз, то от этой размерности можно будет попробовать купить. И смотреть, вдруг в этом случае у нас как раз цена пойдет на отработку дивергенции. Более того, в районе этой размерности, как видим, у нас неплохой уровень поддержки и сопротивления, который мы и пробивали, и тестировали, все что угодно с ним делали. Поэтому вполне возможно, что этот уровень у нас отработает. Так что по серебру именно вот такой сценарий. Но если цена пойдет вниз, то здесь уже будет покупать рано, а продавать дорого. Поэтому мы просто будем ждать. И я надеюсь, что у всех вот в этом диапазончике, который мы с вами отмечали ранее, напомню, это диапазон 21.40-21.65 установлены отложенные лимитные ордера. И если уже серебро даст туда такую нормальную свечу, то на отскоке мы с вами сразу же заработаем. Идем дальше. Нефть марки Brent. Нефть разнизилась. Отработала практически ту размерность, которую мы показывали ранее. Трехсоставное движение. Но до сих пор мы не отработали ни один из уровней поддержки. Это, конечно, очень странно и очень напрягает. Потому что уже второй раз мы к нему подходим вплотную и никак точку входа получить не можем. Сейчас нефть снова развернулась. Поэтому пока что я здесь предлагаю оставаться не в рынке. Тенденция у нас все еще располагает к тому, чтобы вырастить. Целевой диапазон обозначен. Двухсоставную максимальную размерность мы до сих пор не преодолели. Так что все, как говорится, карты у нас для того, ну, налицо, что рост возможен. Что касается падения нефти, объективно я пока не вижу, откуда здесь продавать. То есть то, что мы тестировали уровень глубокой коррекции по отношению к последнему нисходящему движению, это, конечно, очень хорошо, но мы к нему уже второй раз подошли. И здесь мы его тестировали. Раз, два, три. И, получается, даже четвертый раз мы к нему подошли. То есть продавать в такой ситуации, когда мы явно стремимся пробить этот уровень, это немножко глупо. Поэтому будем рассматривать именно основное движение в лонг. Ну, а дальше увидим по факту. Доллар-рубль. Открылся сегодня с гэпом. Вчера немножко подрос. Можно здесь, наверное, даже вот так расширить трендовый канал. Хотя не знаю, на самом деле, что нам это даст. Я все равно рассматриваю доллар-рубль на покупку. И если завтра ожидания подтвердятся, то я думаю, что нам стоит ждать какой-нибудь вот такой свечи, очень мощной. Ну, что-то наподобие той, которая была ранее. Хотя, может быть, даже еще и пободрее. Что-нибудь хоть вот такого. Вот. И мы улетим к нашим логическим целям. Первая цель на 74,492. Вторая цель 75,584. Ну, а дальше 77,430. Здесь у нас остается сценарий прежний. Так, и биткоин. По биткоину прошли мы вчера, как говорили, по трехсоставному движению до нижней границы платного диапазона. Отсюда, если кто-то покупал, то, скорее всего, вас вывело по безубытку. Меня так уж точно вывело по безубытку. И того, что мы имеем на текущий момент. На текущий момент мы здесь за последние две недели совершали три сделки. Одна у нас очень даже хорошо отработала. Вторая, скорее всего, закрылась по безубытку. Третья закрылась по стоп-лоссу. То есть, по сути говоря, мы должны быть в небольшом плюсе. Но если вы ставили соотношение риск-прибыль один к одному, то, скорее всего, вы остались в нуле. Поэтому я предлагаю пока что, пока у нас не закончится этот противный флэт, который непонятно еще, какие границы нам нарисует. Теперь он рисует вот такие границы. И не факт, что завтра он не нарисует вот такие границы. Я предлагаю его пока что оставить, по крайней мере, до завтрашнего дня. И посмотреть, чем для биткоина обернется заявление ФРС. Если обернется позитивом, тогда будем покупать. Если обернется негативом, тогда мы просто поищем, опять же, место, откуда нам покупать. Потому что мы знаем, что падение по биткоину, оно будет носить вот такой характер. Ближайшая цель, откуда мы можем покупать, напомню вам, это 40,555. На этом у меня все. Желаю вам хорошей торговли, профита. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok